Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки». Я ее ведущий Андрей Печерин. Послушник патриарха Тихона, старейший насельник Донской обители, известный московский старец, чудеса батюшки Даниила, пестрили в СМИ заголовки статей об архимандрите Данииле Сарычеве в начале 2000-х. Ольге Соколовой, автору книги, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию, посчастливилось видеть отца Даниила лишь раз в жизни, когда в 1993 году в Донском монастыре ее 17-летнюю студентку подвели к старцу под благословение. Кроткий и величественный лик отца Даниила сохранился в ее памяти. И спустя несколько лет родилась эта книга. В настоящее время она вышла в свет в издательстве «Духовное преображение» и называется «Мы все с вами встретимся» — жизнеописание воспитанника Даниловских новомучеников архимандрита Даниила Сарычева и его рассказы о чудесах и подвижниках XX века. В предисловии этой книги автор Ольга Соколова пишет «В 90-е годы прошлого столетия в Троице-Сергиевой лавре произошла встреча двух монахов-эскетов, двух исповедников веры — архимандрита Кирилла Павлова и Даниила Сарычева. «Корень!» — произнес отец Кирилл, обхватив ладонями руки батюшки Даниила. «Да, действительно, корень!» «Корень благочестия — один у двух российских старцев. Оба они — Рязанские и Иваны, чьи деревни расположены в нескольких верстах друг от друга. Из корня благочестия русского крестьянства выросли два прекрасных, полных, золотистых колоса, а их спелые зерна, упав на землю, дали новые всходы по всей земле русской. Вспоминая первую встречу со старцем, автор помнит и его вдумчивый и внимательный взор, и его молитвенный порыв, едва ощутимый, подобный легкему дуновению, и тихие слова его благословения. «Я, — пишет Ольга Соколова, — не могла оценить тогда ни высокой духовности батюшки, ни его прозрливости. Это был великий молитвенник за Россию. В 2006 году, — напишет братья Донской обители в некрологе, а мне судил Господь ближе узнать батюшку лишь после его кончины, через знакомство с его духовными дочерьми». Автор называет этих пожилых по возрасту, но молодых сердцем женщин, мироносицами отца Даниила. И это чистая правда. Они были с батюшкой многие годы. Он окормлял их, опекал, в любое время дня и ночи, в течение многих и многих лет. Слушали его проповеди и наставления, с женским вниманием заботились о его здоровье. Прошло уже более десяти лет со дня кончины батюшки, а духовные чадо столь же дружны, как и в годы его жизни. Их объединяет память об отце Данииле, постоянные совместные молитвы о нем и своих близких. Как признается автор, при воспоминании об отце Данииле вспоминаются слова молитвы Великого Повечеря, «Се ас» и «Дети» «Я же ми даде Бог» «Яка с нами Бог». Мне, говорит Ольга Соколова, захотелось приобщиться к этому светлому обществу мироносец отца Даниила, узнать побольше о пастыре, который хранит свое малое стадо христовых овец даже после ухода в мир иной. Так началась работа над этой книгой. Свидетельства людей и воспоминания самого батюшки Даниила, собранные автором, позволяют лучше узнать биографию старца. Сохранились видео и аудиозаписи проповедей, бесед, в которых он рассказывает о своей жизни, уникальной по временному охвату и насыщенности. Ведь старец прожил почти полностью XX век и был очевидцем важнейших событий. Он претерпел ссылку и гонение за Христа. Милостью Божией остался жив и до конца своих дней исповедовал православие. Архимандрит Даниил, священный исповедник XX столетия, открывает издание рассказ о детских годах старца и о том, как началось его служение в церкви. Почитаем несколько фрагментов из этого рассказа. «Я родился в 1912 году в Рязанской губернии в 25 километрах от города в селе Зверево. Семья моя была благочестивая, как и все люди в деревне. Народ молился, соблюдал посты. Вера была крепкая. Посещали храм, старались жить по заповедям Божьим. Так рассказывал батюшка о своем детстве. Родители отца Данила Сергея Васильевича и Анна Валерьянова Сарычева были крестьянами. Всего детей в семье было шестеро, но двоих Господь забрал в свои обители еще во младенчестве. Мать Анна была особенно набожна, часто посещала богослужения, приобщалась к святых христовых тайн. Ребенок появился на свет 14 или 1 по старому стилю января. Поэтому родители по святцам нарекли его Иоанном в честь святого пророка и претечи Иоанна, чей собор празднует церковь 20 или 7 января. Батюшка вспоминает. Мама рассказывала, что родился я в рубашке и в шапочке. Соседи наперебой хотели быть крестными. Местный блаженный Алешенька произнес, счастливым будет этот ребенок. Ольга Ивановна Сарычева, дочь Ивана Сергеевича, сохранившая воспоминания родственников, говорила, что с самого детства Ваня отличался особым благочестием и большой любовью к богослужениям. Сам батюшка говорил о себе, «Я не хочу сказать, что я какой-то избранник, но вот только моя жизнь сложилась вся при храме. Еще с детства я собирал мальчишек. Накануне праздника я колокольчик подвешивал и изображал священника. Как-то ранним утром Иван с друзьями отправился в лес по грибы и ягоды. Мальчики помолились на опушке, поклонились на четыре стороны по обычаю и разошлись кто куда. Потом уже с полными лукошками сошлись снова и отправились домой. И вот в поле они увидели, будто на меже два священника-монаха в Иппетрахилях совершают кождение. «Храм-то наш далеко был», — рассказывает отец Данил. «Первый, кто увидел их, это был я. На меня напал страшок, и я бросился бежать. А через несколько лет, когда мы с мамой уже переехали в Москву, я увидел этих монахов над воротами Данилова монастыря на фреске. Это были Симеон и Даниил Столпники. Преподобный Данил Столпник — небесный покровитель святого благоверного князя Даниила Московского, прославлять и почитать которого Иван Сергеевич будет всю свою жизнь. А в честь преподобного Симеона Столпника был освящен надвратный храм Данилова монастыря. Далее, в начале повествования книги, читатель найдет не так много материалов о самом отце Данииле, но больше о монастырском быте Данилова монастыря и его подвижниках. Словом, о той среде, в которой совершилось формирование батюшки. Автор оставляет без сокращения вдохновенные рассказы отца Даниила, в последствии управлявшего хором Данилова монастыря о церковном пении тех лет. Ведь этим традициям он старался следовать всю жизнь, бережно храня их в памяти. Последняя часть книги называется «Солнечный батюшка», и в ней рассказывается об отце Данииле после принятия им в апреле 1970 года монашеского пострига. Прошло уже более 13 лет со дня кончины удивительного светлого и мудрого старца, отца Даниила Сарычева. Но та лампада любви, которую он возжег в душах людских ко Господу, к Царице Небесной, к Святым, ко всей нашей великой Родине и ее народу, эта духовная лампада любви не гаснет. Из года в год дружны его духовные дети. Любовь, верность, вера и надежда на встречу с незаменимым батюшкой, с любимым и единственным для них духовным отцом, скрепляет их духовными, не спадающими узами. И они помнят слова отца Даниила «там мы все снова встретимся, но уже в новом мире, ибо все обновимся вины и тела, и будем жить с вами вечно и бесконечно в той радости, в том духовном изобилии, в блаженстве с Господом нашим и Божией Матерью». Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok